Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Тальшахар и добро пожаловать на мою персональную страницу в YouTube. Особая благодарность тем, кто является моими давними подписчиками и постоянными зрителями канала. Если вы дорогой друг еще не подписались, ничего страшного, ведь это можно сделать прямо сейчас, тем более прямо сейчас. Я хочу рассказать, как не спустить презентацию в унитаз. Каждый из нас, работая в интернете, присоединяясь впервые или не впервые к той или иной компании, рассчитывает стать лидером, рассчитывает зарабатывать хорошие чеки. Но у лидера есть не только право на большой заработок, на высокий заработок, но и на проведение очень многих мероприятий для своей команды, для новичков, для кандидатов в бизнес. И в том числе речь идет о презентациях, которую вы можете проводить как в интернете, так и на земле. Я разделил на 10 основных позиций те самые ошибки, которые талантливые, успешные лидеры допускают при проведении своих презентаций. Удивительно, правда? Лидеры, которые умеют мотивировать, лидеры, которые умеют закрутить крутую абсолютно тему, тем не менее, оказываются профанами при проведении презентаций, допускают ошибки и люди в ужасе убегают. Вот 10 позиций, давайте поговорим о каждой из них. Напоминаю, что если вы намерены убить кандидата в бизнес, то прежде всего вы должны проводить презентации длительностью в 1 час и более. Да, всегда говорю, всегда повторяю и всегда буду стоять на том, что самое страшное отравление это отравление информации. И если вы хотите взорвать мозг новичку, то презентация 1 плюс это самая правильная дорога, это самое лучшее решение. Кроме того, здесь еще обратная сторона медали. Дело в том, что бизнес в интернете это искусство дубликации. И когда новичок, даже пусть влюбится в продукт, даже пусть примет вашу философию, даже если его все устроит, но он поймет, что не сможет вас дублицировать, проводя многочасовые презентации, много болтая ни о чем. Если новичок будет видеть, что его потенциальный спонсор льет воду, как река на мельницу, то никогда не зайдет в этот бизнес. Повторяю, несмотря на то, что ему может понравиться и продукт, и система выплат, и все остальное. Вторая ошибка, которую допускают спикеры, они говорят очень много о себе любимом, они рассказывают, каких успехов добились. Я знаю очень много спикеров, которые любят рассказывать о своей гениальности, и любят трясти орденами и медалями. Люди, которые любят рассказывать о том, каких успехов достигла их компания. И новичок на этом празднике жизни чувствует себя чужаком. Он понимает, что говорят обо всем, кроме как о нем и о его интересе. Почему? Потому что любой новичок, каждый из вас, вспомните, когда вы впервые пришли на презентацию, вы хотели узнать, что вы там получите, что вы там сможете заработать, сможете ли там заработать вообще. Ну а если о вас там ничего не говорят, то, увы, вы оттуда уйдете. И вы бы наверняка ушли. Поэтому, если вы будете рассказывать обо всем, кроме как об интересе кандидата, то вы его потеряете. Я знаю очень много безумцев, причем таким безумцем был и ваш покорный слуга, которые раскладывали как на презентации тет-а-тет, как на рандеву, так и на презентации в интернете, так и на презентации на земле у кого-то дома или в офисе, продукт на молекул. Раскладывали на молекулы и атомы. И долго-долго пудрили мозги новичкам, кандидатам в бизнес, пока они не убегали. Первую свою презентацию я провел в течение 40 минут для одного человека, разложив продукт, кстати, это была добавка к бензину, присадка к топливу. Я полностью рассказал, вплоть до температуры горения, кипения, плавления и всего остального. И в итоге человек мне ответил, Таль, ты офигенный парень, но я просто не смогу тебя повторить. Ты настолько все классно рассказывал, у меня просто нет времени все это выучить. А я все это заучивал. И в итоге человек ушел. На самом деле его нифига не интересовали ни молекулы, ни атомы. Его интересовало, первое, работает ли продукт. Второе, можно ли на этом продукте заработать деньги. Третье, как это сделать. И вытекающая из третьей проблемы, четвертое, насытьте презентацию научными терминами и иностранными словами. Они идут рука о руку на самом деле. Когда идет презентация, на ней, как правило, присутствует среднестатистический обыватель. И от того, что вы будете горцевать научными терминами, от того, что вы будете показывать, что вы разговариваете на многих и многих языках, и от того, что презентация будет ими пестреть, на самом деле никто ничего не выиграет. Самое главное, проиграете вы. Новичок поймет, что здесь все очень замудрено, слишком заумно, и это, скорее всего, что не для него. Кто приходит искать счастье в интернет-бизнес? Люди, у которых все плохо, потому что доктора наук, они пристроены. И надо рассчитывать свою презентацию на академиков. Рассчитывайте на простых людей. Ровно на таких, какими вы были сами когда-то, до того, как начали проводить презентации. Я знаю очень много талантливых, хороших, прекрасных спикеров, которые не допустили ни одну из первых четырех ошибок. Но они говорили настолько за унывным тоном, и ни разу за все время презентации не поменяли интонацию, что где-то к первой трети я уже хотел спать. И я думаю, что очень много людей уйдет с подобной презентации, где за унывным тоном, как будто бы робот будет вам рассказывать о каких-то фантастических продуктах и способах заработка с ними. Есть другая категория людей, ненормальные люди, я считаю, что они просто психически нездоровые, которые считают необходимым обращаться к новичкам, к гостям, к тем, кто пришел на презентацию, по велительном наклонении, и постоянно говорить что-то типа «Вы должны». Если вы этим грешите, то неудивительно, что у вас гости не превращаются в партнеров. По велительном наклонении обращаться к новичкам, не всякий раз по велительном наклонении можно обращаться уже к своим партнерам, ведь каждый из партнеров – это независимый дистрибьютор. Но когда к гостям обращаться в повелительном наклонении, это сжечь все вокруг себя в тот день и спустить презентацию в унитаз. Никогда нельзя говорить «Людям должны», потому что человек вполне инстинктивно и вполне логично, что ответит, может быть, слуха, может быть, и даже напишет «Мы вам ничего не должны». Совсем уже плохо, когда не слишком здоровые спикеры используют непечатную лексику в надежде показаться своим парнем, таким вот в доску своим, рубаха парень, крутой и так далее. На самом деле есть очень много прекрасных, интеллигентных людей, умных, толковых, грамотных, готовых работать, но которые не принимают то, что вы используете, то, чем вы бравируете. Есть еще одна тактическая ошибка. Это ошибка номер восемь. Когда вы разговариваете со своими партнерами, конечно, чат нужно оставлять включен. Но очень часто бывают не только обыватели на ваших презентациях, но бывают тролли ваши, не другие казачки, которые всегда будут стараться подорвать эту презентацию, отвлечь людей, завлечь их куда-то в другую сторону, может быть, разместить какие-то ссылки. Очень часто комнаты с презентациями эти ссылки блокируют, но не всегда блокируют то, что пишут гости. Иногда даже не тролль, а очень заинтересованный кандидат, он начинает задавать вопросы. У вас есть заготовленная, расписанная по минутам презентация. Вы, дабы уважить каждого из гостей, начинаете отвечать на вопросы, потом на другие, потом на вопросы, вытекающие из вопросов, и в итоге все это получается в барахол. Не будет никакой презентации, люди забудут, о чем вы говорили в самом начале, многие не захотят слушать эти все бредни, и ваша пресс-конференция, а не презентация, в итоге убьет очень и очень многих кандидатов в бизнес. Это однозначно. Никогда не оставляйте включенным чат. И никогда во время презентации, обращаю ваше внимание, во время презентации не отвечайте на вопросы гостей. Вы убьете себя, а если там будут провокаторы, вы убьете презентацию, вы убьете свой бизнес, и самое главное, вы не получите новых партнеров. Очень интересно, что многие, многие серьезные, крутые лидеры очень часто на своих презентациях используют стыренные, как мелочь трамваи, картинки, которые гуляют по социальным сетям. Это разбросанные в виде веера банкноты, это всевозможные пачки с деньгами, это очень знакомые лица супер-мега-бизнесменов на синий-белом фоне, поэтому никогда не используйте. Делайте оригинальные слайды, обращайтесь к профессионалам, и относитесь очень серьезно к подготовке к презентации, к игре с цветом, к игре со шрифтом. Это очень важно. Ну вот вы все сделали правильно. Не допустили ни одной из девяти мною только что названных ошибок. Но если вы допустили десятую, то это значит, что презентация прошла зря. Каждый раз, когда вы заканчиваете успешную презентацию, когда вы не сделали ни одной из предыдущих ошибок, не забудьте закончить презентацию, не забудьте закончить презентацию призывом к конкретным действиям. Так называемый call to action, призыв к действию. Пожалуйста, ребята, зарегистрируйтесь. Пожалуйста, ребята, обратитесь, дорогие гости, обратитесь именно к тому дилеру, к тому дистрибьютору, который пригласил вас на данную презентацию. Возможно, воспользуйтесь одной из функциональных кнопок на данном сайте. Обратитесь ко мне по скайпу, вот, который я вам отправляю. Смотивируйте ваших гостей, смотивируйте ваших зрителей к конкретным действиям. Задача каждой презентации – превратить новичка, кандидата, зеваку, гостя вашего либо потребителя, либо партнера. В самом, ну, худшем, наверное, если можно так сказать, случае – это рекомендателям других людей, которым нужен ваш бизнес, или ваша услуга, или ваш продукт. Не делайте ошибок. Если вам понравился данный видеоролик, поставьте класс и напишите комментарий. Не понравился – не ставьте класс, но тоже напишите комментарий. Если все понравилось, не забудьте подписаться на канал и поделиться данным роликом с друзьями. Кстати, обратили внимание, мои последние слова – это были как раз call to action – призыв к конкретным действиям. С вами был Таль Шахар. Всем пока!